Домой, друзья! И на самом деле совсем не важно, куда вы сейчас направляетесь, домой или в любую другую точку города, самое главное, что вечерний эфир на телерадиоканале Страна ФМ продолжается. Мы, конечно же, вместе с Мишей продолжаем следить за этим историческим матчем. Мы следим, поверьте мне! Да, чемпионат мира уже начался, но и мы, собственно, не можем нарушить наши традиции каждый будний вечер. Здесь у нас в стране в гостях люди, которые так или иначе связаны с юмором. Сегодня к нам пришли замечательные гости. Встречайте, Гарик Петросян, стендап-комик, КВН-щик, теперь и актер, также Степан Юрлабов, актер! Привет! 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 Привет, привет, привет! Ребята, очень рады вас видеть! Присаживайтесь, пожалуйста, я смотрю, вы в отличном настроении даже взяли с собой специальный атрибут каждого болельщика. Ну-ка, что-нибудь изобразите. Почетный ножкарин оси, да! Просто если бы еще тарелка борща, мы бы навернули бы все вместе. Две ложки каждой. Я научился лайфхак, чтобы вот так постоянно не делать и что-то, можно просто... А, отлично! А давайте все вместе! Оле-оле-оле-оле! Я уже знаю, откуда это! Это есть такие штучки на хоккей, вот так вот делаешь, там лапка такая и все. Миш, какой хоккей! Футбол, друзья! Только о футболе сегодня все наши мысли и молитвы, правильно? Я вообще на коллег, практически. Ребята, я очень рада вас видеть, и самое главное, что вы сегодня пришли к нам в эфир, не остались там ни дома, не пошли на стадион, правильно? А выбрали нас. Почему? Я знаю, у вас есть для этого очень веская причина и повод. Гарик даже променял свои билеты в первом ряду на наш эфир. Мы это очень ценим. Это сейчас была не шутка, да? Это не шутка? Гарику предлагали пойти. Это его фантазии. Собурные фантазии. У меня сердце начало екать. Более того, вот мы не пошли ни на футбол, мы не сидели дома, да? Мы даже ни в пробке не стояли. И более того, мы даже не пошли, например, у нашего кино, где мы снимались со Степой. Я пришла к вам в гост. А все, почему нет? А все, почему? Почему? Потому что в одном из углов нашей студии, которая не снимается, есть телевизор. Очень большой. Спасибо, да, продолжаем. Да, конечно, мы параллельно следим за трансляцией, друзья. Но, действительно, самый главный повод, ради которого сегодня мы собрались, это презентация вашего фильма. Называется он «Фото на память». И, как ни странно, это не комедия, друзья. Но мне кажется, что юмор и триллер, это, знаете, такая острая, тонкая грань, одно перетекает в другое. Юмор присутствует там и хороший, в принципе. Достаточно, если бы все шутки остались, было бы классно. А, то что-то вырезали. Одну штуку вырезали. Осталось то самое лучшее, как говорится. Фильм, там можно и побояться, и посмеяться, и поплакать, и погрустить. И попереживать. И попереживать. Слушайте, ну, называется «Фото на память», а можете вкратце? То есть сейчас люди нас слушают, смотрят, думают, ну, это про селфи или о чем вообще там девчонки задумывались. Вкратце можете фабуру? Представляете, компания с друзей едет отдыхать за город на определенную тусовку. И с течением обстоятельств их становится каждый раз все меньше и меньше. И вот эта интрига наблюдать, а кто же будет следующий, и кто же все-таки причастен к этим загадочным... А они едут на чем? Мне просто интересно, что это на машине. На машине, конечно же. На большой машине. То есть потом просто оглядывается, куда-то этот «А!» на стол чуть меньше, а они вылетают. Подождите, а фото и фотоаппарат как с этим связано? Смотрите, мы не будем спойлерить ни в коем случае. Ну, примерно. Это основной вход, правильно? Ну, нет, не надо прям подробно. Машина ломается. Машина ломается. А такое бывает. А такое бывает. У нас в России. Некоторые ребята говорят, а то мы пешком дойдем, и попадают совершенно не в тот дом, в который они планировали попасть. Там они находят случайным образом этот фотоаппарат. И просто делают фото на память. А потом... Не надо, не буду. Есть еще продолжение этого. Не буду рассказывать. Да, лучше сходите, посмотрите. Где, куда? Вот это самый главный вопрос. Куда идти смотреть? Во всех кинотеатрах. Россия, Белоруссия, Казахстан и так далее. Еще много стран. Ну, смотри, сегодня официальный день премьеры. Правильно я понимаю? Да. Во сколько это начало? Уже все. А, уже целый день. То есть вы сразу же после нашего эфира уже побежите смотреть свой фильм. Правильно? Друзья, и вам мы советуем сделать ровно то же самое. Поэтому уже можете покупать билеты. Называется этот фильм «Фото на память». Найти его можно во всех кинотеатрах России и Белоруссии и Казахстана. Все. А после музыкальной паузы мы вернемся и продолжим говорить об этом мистическом фильме. Друзья, как всегда вечером, здесь Майк Войс, Маш Новая, наши гости. И самое главное, что я сижу здесь как терминатор. У меня два экрана, с одного я работаю. На другом я вам докладываю, что же происходит. Самое важное в мире сейчас, в Лужниках, на главном стадионе страны. Итак, 2.0. 50-я минута. Россия, Сауловская Аравия. Держим кулаки. Ну, а теперь уж можно еще раз представить гостей Маша. Давай. Это то, что важно и главное, что касается всех остальных россиян. Друзья мои, которые сегодня слушают и смотрят телерадиоканал «Страна.ФМ», сегодня у нас в гостях Гарик Петросян и Степан Юрлап. Привет, друзья. Еще разок вам. Еще раз всем привет. А почему ты не поправляешь Юрпалов? Юрпалов. А как? Чуть-чуть там не... Юрлапов. Юрпалов. Да, Юрпалов. Юрпалов. Главное, Степан. В принципе, ты можешь его назвать как хочешь. Мне можно, я блондинка. Все, Юрпалов. Степан, друзья, все запомните, пожалуйста, и подпишитесь на него в Инстаграме. Какой у тебя ник? Степан, нижнее подчеркивание, Юрпалов. Прекрасно. Удивительно, да, действительно. Ничего другого. Мы говорим сегодня, друзья мои, о фильме, который только что вышел в прокат, вот как раз таки с сегодняшнего дня, называется «Фото на память». Мне интересно, где, в каких условиях все это снималось, на натуре, в декорациях или как это было? И по срокам, по срокам тоже вот сколько, сколько заняла работа. Да, за неделю или три года или там, не знаю. Снимали на натуре, в лесу. На натуре, в лесу. Да, в настоящем лесу, со снегом. Настоящим снегом, не искусственным снегом. Зимой этой снимали или? В ноябре. В ноябре. В ноябре снимали. И в декабре. И был забавный такой момент. У нас зимняя история. И буквально в последний момент пошел снег. Потому что до этого снега не было. В первый съемочный день, представляешь, то есть мы приезжаем... То есть, а он должен был идти в кадре или нет? Он должен был идти. А-а-а. Мы приезжаем на съемочную площадку и там повалило хлопьями прям. Кто заплатил природе, признавайтесь. Я до сих пор не знаю, сколько продюсера отдали денег в небесной канцелярии, чтобы такое устроить. А я правильно понимаю, если снег не пошел и фильм бы не пошел? Нет, снег бы сделали. А, снег сделали? Да. Это было бы чуть дороже просто. Да. Но я знаю, что для Гаррика это первая такая большая роль. Это была супер первая роль для меня. Расскажи, как тебе вообще съемки в полном метре? Как тебе работа с такими мастерами, которые пять лет... Сколько ты пять лет учился, да, Степ? Четыре. Четыре года человек учился. Изо дня в день. А тут ты раз вскочил в кадр и все. И уже наравне с ним сидишь. Поэтому мы не общаемся с ним, понимаешь? А, вы не трожите, да? Между вами надо стены поставить. Потому что четыре года жизни потратил на то, что я... А снимите меня, пожалуйста, в кино. Да, пожалуйста. А где-то услышал, да? А ты просто мимо проходил по объявлению. Я правильно понимаю? Нет. Это вот эти знаменитые голливудские истории, как случайно попадают в кино. Вот, ты, иди сюда, снимайся. Нет, реально ли где-то рядом было? Воле случая было. Просто оказался в нужное время в нужном месте. Так. Это тоже неправда. Я просто много отправляю заявок на разные-разные кастинги. Маша! Маша! Подожди, это важный момент. Потому что это всегда, знаешь ли, совет для наших всех зрителей и слушателей. Вот как реально попасть. Я знаю, что, Степан, очень много снимаешься во всевозможных там сериалах, фильмах и так далее. Вот как человеку, может быть, без такого опыта, как у тебя, да, без специального высшего образования, можно ли в эту систему как-то влиться, вклиниться? Что для этого нужно сделать? Ну, самый простой вариант и самый простой путь – это пойти и поступить в театральный. Это самый простой это называется? Это самый простой путь. А там уже все двери открыты, распечатываешь фотографии и несешь их. Мы не ищем легких путей, Степан. Нам хочется узнать вот… Гарик, скажи, а если все-таки сложным путем, сколько нужно заявок вообще отправить, чтобы попасть вот в этот один фильм? Много, очень много. Реально. Постоянно, постоянно мониторить. Каждый день, чтобы вы понимали, реально, каждый день по 3-4 заявки стабильно я отправляю в разные места. Это касается не только кино, если есть там… Не только кино, не только кино. Гарик, я пожму тебе руку, потому что у меня такой же подход в жизни вообще просто. Ты согласен, что вот тысяча, тысяча объявлений, 500 ты отослал, 100 тебе ответили, 50 ответили что-то внятное, с 10-ю ты встретился и в двух поучаствовал. Так, сейчас будет ответочка от нас, от профессионалов со Степаном. И еще один очень важный момент, самое главное, когда тебе прилетает отказ, иногда пишет тебе кастинг-какет, типа «Сорян, ты не подходишь нам». Не нужно думать «Блин, ну все, это не мое». Да, Степан, я думаю, что сейчас мы ненадолго прервемся на музыкальную пазу, а потом обязательно со Степаном вернемся к вам с профессиональным советом, правильно? И может быть даже с каким-нибудь актерским тренингом для всех новичков и начинающих, кто хочет попробовать профессию. Танго, обниманго, вечерний эфир, ну и, конечно же, матч сборной России, 60-я минута, 2-0, все еще ура. Маша? Ура, друзья, у нас здесь в эфире на телерадиоканале «Страна.ФМ» своя игра. Да, назовем ее так, потому что именно сейчас она и будет, Мишечка, готовься к этой игре. Еще разок напомню, кто у нас сегодня в гостях, Гарик Петросян и Степан Юрпалов. Сегодня мы презентуем всем нашим дорогим зрителям и слушателям фильм «Ход на память». И вот, собственно, Гарик уже рассказал, как он попал в эту картину в полный метр, что он постоянно отправляет свои заявки по тысяче раз в день. А мы со Степаном хотим вернуться к вам, собственно, с профессиональным советом, как этот навык приобрести, может быть, чтобы не тратить там 4 года обучения, да? Есть какие-то актерские тренинги, Степан, посоветуй что-нибудь. Есть самый первый актерский тренинг, когда поступают еще абитуриенты на первый курс. Это называется зоопарк. Животные в предлагаемых обстоятельствах. Это самое интересное, самое распространенное. Я не буду открывать все секреты, кем я был, каким я был животным, когда нам давали такие заявки. Ну чего ты, ну признайся, индюк не такой уж. Я был морской звездой. А, звездой. Я был морской звездой, я ложился так на пол и как-то пытался существовать. И жить. Но тебе польстило, что ты был звездой уже с первого курса. Хоть морской, да не важно. Да уж не важно, какой. Потом, правда, педагоги запретили быть морской звездой. Ну а что там покажешь? Ну реально, кроме того, что ты распластаешься по полу. Ну просто иногда было лень что-то показывать. Можешь немножко дышать. Какой мы Мишке дадим сегодня задание? Давай его попробуем. Он человек вообще из другой сферы. Четыре года за 20 секунд мы можем как-то пройти. Давайте. Михаил. Какое любимое животное? Я должен встать. Давайте. Есть собака? Вот у вас есть собака? Ну нет, это слишком пробо. Нет, у меня нет собаки, но, допустим, оно любое животное. Давайте. Михаил собака. Михаил собака. Это вообще просто собака. Мы с Мишей в одной команде. Так. Так. Поэтому давай ты будешь египетская вот эта вот кошка. Я уже египет. Перед матчем с Египтом я египетская собака. Слушай, а он реально похож на египетскую кошку? Ну-ка скажи мяу. Ну скажи мяу. Да. Прям как. Это свои заигрывания уже. Извините, это своя тематика. Ну так что у нас собака или египетская кошка? Собака или египетская кошка? Да, египетская кошка. Собака. Собака. Так. Окей. Если можно, прям внизу собачка. Приви позу собаки, пожалуйста. Позу собаки, господи. На улице дубак. Минус сорок. А я к Машке сразу. Я вот к Машке отползу за кого-то и греться. Дует ветер. Так. Дует ветер. Тебя сносит, сносит от меня. Уносит. А я держусь, держусь. Пес, пес. Останься. У всех были. Вот Маша. Дует ветер. Так. Еще он блажь шибой. Перепад температуры, жара плюс сорок. Так, я не могу сдернуть шерсть. Да. Шерсть на мне. Шерсть на тебе. Но и тут проходит самка. Самка? Да, самка. В виде Гарика? Самка в виде египетской кошки. Гарик, давай, ты будешь сегодня самку. Ладно, Гарик, погнали. Просто если бы я была самкой, это было бы слишком предсказуемо. Так. И вот оно. Вот оно разворачивается, друзья. Самка пошла уже у нас. Гордая походка. Конечно. Я, кстати, скажу, где камера у самки. Вот там я видел камеру для самки. Вот он, а самочья камера. Я извиняюсь, а чем все должно закончиться? У собаки фетиш. Ей очень нравятся египетские кошки. А, так это кошка в итоге. С детства. Гарик, прости меня. Что-то мне подсказывает, что Степан немножечко заигрался в эту игру. Мне кажется, у нее нет конца, ребята. Нет, просто... На самом деле все так и проходит. Единственное, я не понимаю, почему все закончилось, а я все еще стою на коленях. То есть это... Я пристал, ладно? Я не могу перед творчеством Степана. Но ты высказался. Все, твои эротические фантазии мы раскрыли. Не, на самом деле все так. Я потерся ноги Маши, что немаловажно. Друзья, все так и проходит. Поэтому вот первые... Нас поступало на курс человек 40. После первого месяца 20 человек просто встали, сказали, что это за дурдом. Я не собака, я пошел отсюда, да? Я приехал там из... Из Израильска. Я что вам тут по полу буду собаку показывать? И только самый столь... А вы видели, насколько я был сразу готов? Берите меня в кино, друзья. Я вот уже практически там. Друзья, ну... Команда супер, реально, вот честно. Есть ли все такие команды в кино? Я не понимаю, почему многие и говорят, о, блин, киношные такие неприятные люди. Не, реально очень круто. А есть конкретные фамилии? Конечно. Наш замечательный режиссер Антон Зинкович. Так. Он, помимо того, что он замечательный режиссер, он еще и первоклассный оператор, который работал очень долгое время в Голливуде. И весь этот Голливуд он привнес в наш фильм. Картинка шикарная. Сценарист Виктор Бондарюк. Угу. Продюсер Армен Ананикян. Так. Продюсер... Гивонт. Гивонт Андреасян. Еще один продюсер, музыкальный продюсер Арташес Андреасян. Еще один продюсер, еще один из братьев Сарик Андреасян. Кто там у нас еще есть? И все, 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 друзья, уже тут бесконечные от Гаррика титры. Нет, Гарик, у меня вопрос. Ты нас хоть с одним продюсером, с Мишей познакомишь? Мы тоже хотим как-то вот так вот мимо проходя. Именно этих слов. А вы правда продюсер, мы будем слушать музыку. И смотреть ее. Друзья, и вновь с приятными новостями возвращаемся мы к вам в вечерний пермиш. Папара-пара-пара-пам. Итак, наш Дзюбиньо, Дзюбиньо, Дзюбинатор, Дзюба. Это тот человек, Артем, наш дорогой, который забил третий гол. Который, причем, зная предпочтения Степана, и ваш, и в бывшем нашу. Подожди, по этому поводу будет вот это. Маша, класс. Они тебе еще понадобятся. Свой человек. Свой человек, да. Я готовилась. Ну что, все, можем дальше переходить к нашим гостям. Для тех, кто только что к нам присоединился. Еще разок напомню, сегодня у нас в гостях Степан Юрпалов и Гарик Петросян. Сегодня мы презентуем фильм, который, кстати, именно сегодня вся страна и увидит. Сегодня он выходит в прокат, именно 14-го числа, правильно? Называется «Фото на память». Гарик, расскажи, ты был там даже как-то ранен во время съемок? Какие вообще были самые сложные для тебя моменты? Я больше сейчас скажу, я был самый травмированный из всех этого. Самый раненый из раненых. Давай напомним, что это ужастик, это триллер. Триллер, да, это триллер. И, ну, в принципе, это было в трейлере уже, у меня была пробита рука. Ну, не по-настоящему же. Ну, конечно же. Но, и я, получается, весь день ходил с пробитой рукой. И привык. Да, я уже привык к этому. То есть я там ходил на обед с пробитой рукой, я еще что-то, я в телефоне. Ну, все, в общем, одной рукой. И в какой-то момент мне уже казалось, что это реально во мне. Вот это вот то, что у меня было в руке. Ну, там что-то в мозгу. И когда начали двигать вот этой штукой, у меня... А, тебе больно? У меня, да, в момент я такой дернул рукой, типа, болит больно. А потом я встал, так, это же не мое, все, да, нормально, выдергиваете. А ты помнишь, помнишь, опыт этот был в интернете, когда человеку кладут не его руку, накрывают пледом, как будто это его руки. И потом стучат вот так молотком, и человек просто вскакивает. Не видели? Вот, я видел, да, вот примерно такая же была история. Все, про чем говорят эти люди. Эти люди говорят о травмах, не настоящих, а киношных. А у меня была настоящая травма. Там на этих съемках я сломал палец. Какой? Я сломал палец, причем было это не в кадре, это было уже за кадром. Самое обидное. Да, самое обидное. Так было бы эффектно. Просто поскользнулся и упал. Какой палец-то? Его можно показывать в кадр? Его нельзя показывать, этот палец нельзя показывать, да, тот самый палец. Ну, я смотрю, съемки у вас весело проходили, да? Там вообще супер было, да. Да, я еще параллельно все это снимал, понимаешь, все, как это было. В твоих сторисах можно было видеть отчет, да, или куда ты снимал? На ютубе на странице у меня, да. На ютубе все можно. Как называется? Давай сразу рекламнем твою страницу, чтобы все могли посмотреть. Да, называется, если через слэши, то тревел-гарик надо искать. А так проще всего просто вбить все, что осталось за кадром фото на память. Вот, друзья, вы можете сегодня сразу же пойти посмотреть фильм, а потом небольшой бэкстейдж, как все это было, как все происходило. А сколько по времени снимали, кстати? Снег-то растаял в итоге уже? Нет. Снимали 14 дней. А, ну там зимняя картина-то. О, 14 дней. Вот это, правильно? Всех убили за 14 дней. Мы прям... Вы приложились, так сказать. Ну да, да, быстренько всех положили, да и все, что-то церемонится, что ли. Слушайте, ну это здорово. Друзья, мы, конечно же, всех еще раз призываем. Вы просто обязаны взять свои телефоны, там есть фотоаппарат, и пойти посмотреть. И, кстати, отчетики будем следить в интернете за вами. Но сегодня так сложилось, что не только у вас премьера. Сегодня еще важное событие. Сегодня вы можете как церемония открыть о чемпионате мира по футболу. Как вы вообще следите за футболом? Являетесь вы активными явными болельщиками? Я футбол не люблю. С детства. Но. Везде есть но. Конечно. Я люблю футбол, когда играют в сборные. Вот там я люблю посмотреть. Просто посмотреть, какая же страна, где элита этой страны борется за, собственно говоря, за честь своей страны. Так. Вот это интересно посмотреть. А когда там команды, эй, там какой-нибудь «Зенит» там играет. Степан, слава профессионал. Да, да, да. С того предоставляется болельщику «Зенита». Сейчас мой хук справый просто. Я с детства болею за футбольный клуб «Зенит», потому что, собственно, из Ленинграда. И так же болею за сборную России, конечно, куда я не поддержать нашу команду. Друзья, давайте поддержим нашу сборную. Ну и заодно погрузимся со всеми нашими зрителями и слушателями в мир футбола. И я предлагаю вам сейчас по фотографиям, потому что у вас же называется «Фото на память», правильно? И мы решили как-то это все соединить, объединить в нашем конкурсе. По фотографиям вам надо будет угадать самых известных игроков футбольных. Машина, здесь там приличные фотографии игровые, в игровой форме, то есть там... А надо было такие, да? А не те фотки, которые сливают сейчас. А я другие, какие мне понравились. Не те, которые жены друг другу в WhatsApp отправляют. Все, поехали, давайте. У вас есть на «Все про все» три секунды. Леонель Месси. Михайлович Месси. Михайлович, это мне нравится. Я не знаю, почему его знаю, у меня... Там не просвечивает, кстати? Мой хороший друг, он прям один в один на него похож. Серьезно? Одно лицо, серьезно, да. А я по некоторым матчам Барселоны, я так и понял, что где-то он играет. Когда, да, не попадает. По улыбке на Мишку чем-то смахивает. Спасибо. Это комплимент. Это комплимент, друзья, ну теперь, ну это, конечно. Криштиану Георгиевича Роналду. Георгиевича Роналду, естественно. Давай, ты будешь своим. А мне нравится, что наш конкурс так быстро проходит. А есть что-нибудь посложнее, вот я легенду. Правильно? Кофе, да, кофе. Кофе, пили. Давайте, этого вы тоже хорошо знаете. О, это... О, это... Ну, ребят, ну так не честно, вы готовились явно. Ну так хорошо, мы тогда будем делать вид, что... Что вам сложно. А вот это сейчас будет сложно. Человек желтой майки. Это... Это... Хорошенько присмотритесь, человек в желтой майке. Вот покажи мне. Это игрок Бразилии. Игрок Бразилии, сборный Бразилии. Ребят, самый возрастной, который играл, я не знаю, мне кажется, он играл столько, сколько я не жил. Ну не Робертор же Карлов. Но у нее... Не. Роберто Карлоса у Романи. Но не Карлос. Вам хорошо видно? Давайте, последняя попытка, и мы открываем. Рональдинио. Нет, Рональдинио по-другому. Кто это Ромарио? Я своего друга Рома называю Ромарио. Вот это Ромарио. Это Рональдинио. Молодцы, слушайте, вы подготовились сегодня. Так, это... Это, конечно же... Отец футбола. Отец. Отец... Отца откладывай! Откладывай отца! Все ясно. миш можно будет распечатать голову побольше рисовать матерацию самый красивый футболист понимаете да почему он сегодняшнем нашим коммерции но это неймар это уэйн руни так сейчас не угадать парня выйду отсюда я просто выйду ну давай степан посмотри на меня всех в мире знают о своих родненьких наших дорогих футболист еще у него имя похоже на животное именно животное и не собака египетская рле лев яша я хотел сказать лев яша но потом подумайте просто фотографии очень хорошего качества да ну и конечно же номер один номер один игорь акинфеев игорек все и друзья замечательно мне нравится они совсем справились хорошо я человек который заслужили сразу ясно что новая школа не старая все друзья сейчас мы уйдем на музыку послушаем песню и немножечко поиграем в другие игры за кадром да совсем скоро в какие это игры узнаешь мы все сегодня друзья близкие люди потому что только одна команда одна победа которой мы идем осталось всего каких-то 7 минут до конца основного времени плюс что-то естественно судья добавит я думаю минуточек 10 3 0 мы ведем газинский черешев и дзюба три мяча вот эти три мяча пока нам привозят три очка также петросян юркалов 2 новая и войс 4 сегодня ведут вечерний верно теле радиоканале страна и вам друзья мои у нас уже завершающий финальный тайм правильно мы выходим на финишную прямую и друзья ну расскажите но на самом-то деле у вас у обоих это первый такой опыт съемки в ужастике в триллере ты вообще человек из юмора как тебе работалось в новом для тебя жанре ну вот это моё амплуа юмористическая она там не давала покоя покоя и слава богу стёпа тоже из этой команды юмористичных людей да и в принципе все в команде и санжар и егор и и вообще у нас мы дамы с юмором на съемочной площадке у нас вечно ржать стоял мы постоянно смеялись реально суша избивала это вот правда вы снимали извини меня триллер там люди из машины выкидывали есть важный нюанс перед какими-то важными ответственными сценами где нужно кому-то умирать давайте называть вещи своими конечно мы давали там минут 15 все таки позвонить родителям позвонить родителям как-то настроиться чтобы это все было естественно то есть звонок родителям дает соответствующий в триллер настрой через 15 минут у меня смерть готовься а были ли вот маша постеснялась спроси спрошу за нее я читаю мыслях все-таки мы соведущие а были ли постельные сцены ай нет нет перед я бы я а у меня кстати когда должны были быть мне подошли сказали должны были быть но хронометраж у нас к сожалению нельзя не резиновый поэтому решили просто вот эту часть убрать но в принципе она бы ничего не предала но ее не снимали да нет а жаль да то есть это как объясняли ну и а там убрали не убрали это же другой разговор главное что состоялся момент нет он не состоялся мы поняли тебя да в итоге он не состоялся к сожалению просто заменили все постельные сцены на лежачие земельные это были самый лучший он очень много времени провел на лежа на снегу так вот и за что ему просто надо поаплодировать о давайте поаплодируем конечно лежал без утепления человек лежал ну скажи а надо было фильме плакать вот для меня реально самое сложное человека без опыта вот как зарыдать смотри там есть один кадр прям он буквально три секунды где у меня есть глаз льются слезы здрасте приехали ну там может быть там накапали родители говорит что он эмоционально ну расскажи как ты погрузил себя вот в это состояние просто ветер дул ему ветер дул и снег засыпался глаз это не слезы это просто дождик идет мужчины не плачут правда или ты шутишь опять нет серьезно 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 в к есть кадр где ребята поймали где у меня идут слезы а тогда профессиональный совет реально научиться заплакать кто-то думает о чем-то кто-то делает это механически механически можно заплакать в игре не посвящали в то что можно что-то делать механически есть два типа так артистов есть кто искусно обманывает а есть кто действительно по-настоящему по станиславскому да и ты нет нет разницы никакой нет степан а правда вот меня все время этот вопрос не давал покоя скажем так я очень интересуюсь кинематографом честно не вот не обманываю прям пересмотрел вот все что можно есть две системы наши где надо что называется пережить где степан должен все прочувствовать все это вынести пронести я правда не знаю какой люди сердце выдерживает все это проносить а есть более американская голливудская тема где надо не переживать а просто все это переигрывать ну та же самая голливудская американская схема она строится на системе чехова у нас все таки система станиславского и все равно мы везде победили там они друзья у меня другой вопрос вот у нас в россии мне кажется сейчас начали делать очень очень много комедийных именно все-таки фильмов а вот такие триллеры но можно наверное по пальцам как-то пересчитать и так много как вы думаете почему этот жанр не настолько популярны или может быть просто технический какой-то прогресс нам не позволяет добиться нужных эффектов бюджет бюджет то есть все таки я с точки зрения с подюсерской точки зрения заглянул может просто жизнь в россии как триллер уже как-то просто дешевле снимать типа в какой-нибудь локации веселый все там дружно весело живут я все-таки думаю что у каждого жанра есть свое определенное время чтобы выстрелил своя ниша свое место вот как думаете сейчас время сейчас триллеры ужас я вам скажу сейчас время чего сейчас время опросника нашего стандарта потому что и мы всегда и заканчиваем маша когда тебя позовут фильм ужасов не обижайся это значит что будут снимать дорогое кино друзья быстро пробегаемся по вопроснику это такая своеобразная анкета блиц опрос не думайте хором перебивая друг друга для меня самое важное в жизни семья отлично идти в жизни с юмором это все рута а если бы сейчас был 1018 год чтобы вы делали шутил отлично а три тысячи восемнадцатый летал на космолете парни когда у вас вы будете таким же креативными умными но уже старыми что вы скажете своим прапраправнукам привет и все да я в твои годы если бы не юбор я бы сейчас напился строил дороги парни теперь один вопрос на двоих если бы одной шуткой можно было спасти жизнь маша чтобы это была за шутка я бы спас машу и пошутил бы над танцующим медведем степан отдувал сейчас за всех спасибо что ребят пришли с нами были гарика петросян степан юрпалов майк войс ваш новое спасибо 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 спасибо